Здравствуйте, я Кнарик Хачатрян, элитный директор Фаберлик. Мне немножко трудно говорить на русском, но я постараюсь для вас. Я начала свою деятельность в 2016 году. Я была очарована идеей сетевого маркетинга. Изначально видела сетевой маркетинг для молодых женщин, потому что сама молодая мама, и планировала развивать свой бизнес в онлайне. Для молодых мам счастье – это быть с детьми, и готовить для них, быть рядом, когда им трудно. Онлайн-бизнес – это быстро, это удобно, это свобода в стиле жизни. А также молодежь легко воспринимает интернет и все, что связано с ней. Я видела сетевой бизнес в интернете, видела возможность для молодого поколения. У всех молодых мам есть одна и та же задача. Они хотят работу, деньги и семью одновременно. Мы знаем, что в найме всегда будет нехватка денег и мало общения с семьей. Помню, как я страдала из-за того, что работа не оставляла времени для общения с моими детьми, посещать родительские собрания. В основном работодатели от молодежи требуют опыт в работе, а сетевой бизнес служит хорошим опытом для развития человека. Тут может работать каждый, даже если у него нет финансов для вложения. Молодые люди более амбициозные. Они верят в свою удачу. Жизнь пока не успела сломить их проблемами, трудностями и неудачами в карьере. Мне было очень легко общаться с людьми, радоваться, делиться своей мечтой. Я верю, любимый автомобиль – это не роскошь или средство передвижения, а цель, над которым нужно работать. Специальность человека сама по себе не служит гарантом обеспеченной жизни. Молодые люди свободные в своем выборе, а именно меньше слушают окружающих и делают все по-своему. Они более восприимчивые к обучению и бизнес-возможностям. Я обучаю свою команду, как вести социальные странички, вести деловые переговоры. Учу, как преподнести идею сетевого бизнеса через видеоконтакт, через истории в соцсетях. У нас много сил для реализации будущих планов. В команде есть золотые директора, серебряный и рубиновый директор. Также много старших директоров, молодых женщин. А также у меня в команде есть директора с возрастом. Которые молоды в душе и в действиях. Они ценят нашу возможность. И это сблизило нас. Мы понимаем, что приобретя одну специальность, невозможно достичь больших результатов. А нужно специальность развивать, продолжать обучение. Раньше, если человек имел одну специальность или образование, знал, что жизнь обеспечена. А ведь в 21 веке это невозможно. Сейчас работодатели меняют сотрудников очень легко, и карьера нестабильна для работников по найму. Человеческая натура стремится к стабильности. Все должны в своем деятельности всегда обучаться новым навыкам. В сетевом бизнесе надо развиваться многосторонно и не стоять на одном месте. Также мы понимаем, что бизнес должен быть международным. И мы готовы изучать новые языки, новые технологии. Мы не боимся показать себя на видеосвязи и стремимся к самосовершенствованию. Для меня очень легко показать человека направление, в котором он должен развиваться. И нужно с каждым статусом приобретать новые навыки. Например, в статусе консультант нужно уметь хорошо рассказывать про возможности и маркетинг-план. В статусе лидер нужно уметь вдохновлять и обучать структуру. В статусе вице-директор нужно в голове уже стать руководителем большой структуры и стать полноправным директором своей структуры и принять на себя ответственность. Я учу своих директоров стать драгоценными директорами. Драгоценными в плане человечности. Драгоценными в плане того, чтобы вырастить выдающихся личностей в их структурах. Драгоценные директора – это люди с драгоценным опытом общения с людьми. Они знают и понимают мечты каждого человека. Люди разные. У одного в мыслях построить школу или мастерскую, у другого купить шикарный дом и квартиру, а у третьего путешествовать и приобрести свободу. Все это нам дает сетевой бизнес. Молодым людям, которым не досталось огромное наследство, нужно инвестировать свое время грамотно. В сетевом мы инвестируем свое время и труд для того, чтобы потом жить жизнью инвесторов, то есть иметь пассивный доход. Конечно, для этого нужно приобрести ту драгоценный опыт, о котором я говорила. Мы с командой решили выйти на пенсию с пассивным доходом более 50 тысяч долларов в месяц. И мы знаем, что данная цель лежит через международный бизнес с компанией Faberlic.